Добрый вечер! О событиях уходящей пятницы вам расскажут корреспонденты телевизионной службы новостей. И я, Андрей Сидорчуков. Смотрите в нашем выпуске. Докапываем сюда трубы, устраняем утечку. Рвет одну трубу за другой. В Перми произошла череда коммунальных аварий. Поехала в больницу и лишилась жилья. Пожилая пермячка стала жертвой обмана. Бой до полного технического нокаута. В краевой столице определили самого сильного и живучего робота. Авиакомпания «Аэрофлот» отменила более 80 рейсов из аэропорта Шереметьево в ближайшие два дня, в частности, два до Перми. Так, отменен сегодняшний рейс в 23.15 и субботний в 14.30, а также утренний вылет из Перми в 4.30. Причина – неблагоприятные погодные условия. В Москве идет ледяной дождь, который сменит снегопад. За сутки в столице выпала треть месячной нормы осадков и, по прогнозам, непогода сохранится до конца недели. Авиакомпания уверяет, что прибывшие на регистрацию будут обеспечены согласно стандартам аэрофлота и перевезены на последующих рейсах. Узнать дополнительную информацию можно по телефону контакт-центра авиакомпании. Об отменах рейсов до Перми и из других аэропортов московского авиаузла пока не сообщается. Рвет одну трубу за другой. Серия коммунальных аварий произошла в Перми. Порывы водовода фиксируются в разных концах города с наступлением холодов. Евгений Гуляев обобщил происшествия и попытался выяснить их причину. Тбилиска 9Б. Порыв водовода. Родник из подвала дома бьет уже со вчерашнего вечера. На месте работает бригада коммунальщиков. Готовятся перекрывать холодную воду в близлежащих домах. Когда устранят поломку, пока не знают. Все зависит от того, как быстро поставят бригаду аварийной помощи. Мы только закроем. Перекресток улиц Юрши и Ушинского. Здесь тоже со вчерашнего вечера текли целые реки. Также случился порыв водовода. Аварийная служба прибыла только лишь утром и устранила течь. От минусовой температуры начала образовываться наледь. 12 часов были потери. Плюсы еще, может быть, люди падали. И вот я говорю, я допускаю, я сегодня сам видел одного человека, который здесь упал. Может, нет, это другая причина. Ну, последствия потом, когда это все заледенеет, будут присторные. Напомним, накануне еще в нескольких точках города произошли аналогичные случаи. Пересечение Степана Разина и Крупская оказалось полностью под водой. Но уже к вечеру течь была устранена. Коммунальщики успели почистить дорогу до оледенения. Кроме того, авария произошла и в Свердловском районе. У дома по адресу Полина Осипенко, 44, днем прорвало трубопровод с холодной водой. Отрестности затопило. Водоснабжение пришлось перекрыть сразу в нескольких домах, сообщили в компании «Новогор Прикамье». Школа номер 93, расположенная поблизости, в зону отключения не попала. На месте происшествия с утра по-прежнему работала аварийная бригада. Для жителей организован подвоз питьевой воды. Докапываем сюда трубы, устраняем утечку и даем воду потребителям. В данный момент работы ведутся. Через сколько сейчас закончится, не знаю. Думаю, к вечеру уже люди будут с водой. По словам работников аварийной службы, многочисленные порывы водовода связаны с резким похолоданием и подвижками грунта. В тех местах, где трубы в более ветхом состоянии, и происходит разрыв. И можно с уверенностью предполагать, что это не последняя коммунальная авария в городе в ближайшее время. Уже на днях обещают морозы по 30 градусов. А значит, проверка пермских сетей на прочность продолжится. Евгений Гуляев, Степан Пеляев, телевизионная служба новостей. Пьяный водитель МАЗа снес встречные легковушки на трассе Пермь-Екатеринбург. Масштабное ДТП произошло накануне вечером в районе Каянова. Как сообщили в полиции, 49-летний водитель большегруза, уроженец Нижегородской области, допустил занос прицепа на полосу встречного движения, где протаранил «Ладу Гранту» и «Шевроле Лачетти». От удара иномарку отбросила настоявший на обочине грузовик «МАН». В ДТП погибла женщина, находившаяся за рулем «Лады». Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства трагического происшествия. По результатам медосвидетельствования установлено, что водитель МАЗа был пьян. Поехала в больницу и лишилась жилья. 85-летняя пенсионерка сдала комнату в своей квартире приезжей из районного центра. Та под предлогом поездки на обследование в онкологический центр увезла ее совсем в другое место, а затем обманом оставила без жилплощади, рассказывает Елена Яговцева. Надежда Евгеньевна ни днем, ни ночью не расстается со связкой ключей от квартиры. Квартиры, которая ей по документам уже не принадлежит. Минувшим летом 85-летняя пенсионерка сдала одну из комнат в своей двушке на бульваре Гагарина молодой девушке. Та якобы решила сделать доброе дело и свозить на прием к врачу. Но вместо поликлиники бабушка попала в многофункциональный центр, где под диктовку подписала договорку при продаже. Она говорит, ты знаешь, что ты никому ничего только не говори. Ничего не говори, никому ничего. И посадили меня в машину. Говорит, пиши. Мне по буквам говорить, и я по буквам пишу. Один миллион семьсот этих тысяч рублей. Надежда Евгеньевна говорит, что фразу о якобы полученных деньгах квартиранка диктовала ей по отдельным буковкам. Поэтому та не сразу поняла ее истинный смысл. К тому же у пожилой женщины серьезное онкологическое заболевание. Пенсионерка проходила курс химиотерапии и в тот момент плохо себя чувствовала. Она не понимала вообще ничего. Она только когда мне рассказала это все, тогда я ей стала объяснять, что она сделала. Она и читает плохо, и видит плохо, и пишет никак. А понять то, что там, она бы все равно ничего не поняла. Даже если бы она прочитала. Она оформила документы таким образом, через верторов, конечно, что там достаточно подписать в двух-трех местах, и квартира буквально полностью, она переходит уже к другому собственнику. Родственники пенсионерки обратились в полицию с требованием привлечь обманщицу к уголовной ответственности. Но там ответили, что подобные дела рассматриваются в порядке гражданского судопроизводства. Надежда Шестерова подала иск в суд о признании сделки купли-продажу недействительной. На спорную квартиру наложен арест, а бабушка пока живет у своих внуков. Я бы хотела в своей квартире дужить до смерти. Я там сына похоронила, мужа похоронила, и меня там туда, на место. Я бы хотела, чтобы мне вернули мою квартиру. Близкие родственники обмануты пенсионерки не теряют надежды призвать аферистку к ответу и доказать, что никакие деньги за квартиру пенсионерка не получала. Они обратились в прокуратуру Мотовелихинского района. Там пообещали разобраться в ситуации. И если они сочтут, что в действиях новой собственницы имеются признаки состава преступления, то это будет доведено до сведения органов внутренних дел. Данные уголовные дела и данные заявления, они представляют собой сложность в доказывании умысла мошенников на хищение денежных средств. Поэтому я бы хотел предостеречь, прежде всего, граждан, не подписывайте, не пишите то, что вы получили денежные средства, когда фактически вы их не получили. Наша редакция связалась по телефону с новой собственницей квартиры. Но девушка озвучивать свою позицию отказалась. Сказала, что на все вопросы ответит ее адвокат, которая на наши звонки в течение дня не отвечала. Возбуждено уголовное дело о хищении средств бюджета, выделенных на содержание региональных дорог, сообщает коммерсант Прикаме. Как утверждают источники издания, речь идет о статье «Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере». Якобы в офисах ряда профильных организаций недавно прошло более 10 обысков. Изъята финансовая документация. Силовиков интересовали трехлетние контракты, разыгранные в начале этого года на аукционах Краевого управления автомобильных дорог и транспорта. По данным коммерсанта, схема хищения была следующая. Лоты составлялись из нескольких трасс, которые должны были чистить подрядчики. Но благоустройству подвергались лишь центральные дороги, а удаленные – нет. При этом деньги за их обслуживание якобы перечислялись регулярно. Кого из подрядчиков проверяли конкретно, не называется. Но известно, что всего разыгрывалось 10 лотов общей стоимостью в 4 млрд 442 млн рублей. Они достались ими различным компаниям – пермским и иногородним. При этом несколько проигравших участников сочли итоги аукционов несправедливыми и обратились в Уфас с требованием признать большую часть торгов недействительными. Познакомить горожан и выслушать экспертов. В Перми прошли публичные слушания, посвященные бюджету Краевой столицы. Проект главного финансового документа города депутаты рассмотрят на предстоящем пленарном заседании. Репортаж Олега Романова. Здравствуйте, уважаемые участники слушаний. Сколько я прошел публичных слушаний по бюджету. Сегодня, пожалуй, один из наиболее представительных составов публичных слушаний. Пользуясь случаем, всех вас хотел бы поблагодарить. В зале общественники, эксперты и депутаты городской думы. С трибуны поочередно выступают руководители функционально-целевых блоков администрации Перми. Речь идет об экономических прогнозах, которые учитывали приверстки бюджета, а также о том, на что будут расходовать средства городской казны. Главный финансовый документ в Перми остается бездефицитным. Расселение ветхого и аварийного жилья, строительство школ, садиков, реконструкция дорог и, собственно говоря, вопросы благоустройства. Все эти моменты нашли свое отражение в проекте бюджета. Расходные и доходные статьи бюджета сбалансированы. Проект бюджета, готовящийся к рассмотрению, уже традиционно анализируют ученые, представители органов госвласти и активные жители Перми. Позиция, выработанная в ходе слушаний, является важным индикатором в процессе окончательного оформления документа. Стараемся менять пул экспертов. Конечно же, аудитория в зале, но самое главное, этот финансовый документ публичен. На протяжении последних пяти, может быть, даже чуть больше лет, все экспертные мнения, все предложения, которые звучат на публичной площадке, они все так или иначе находят отражение в бюджете следующего периода. В первом чтении проект бюджета на трехлетний период депутаты рассмотрят на пленарном заседании 22 ноября. Олег Романов, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей. Бой до полного технического нокаута. В Перми прошел финал битвы роботов. Соревнования, где массивные железные машины сражаются друг с другом под управлением их разработчиков, в этом году приобрели статус международных. В шоу приняли участие 15 команд робототехников из России, Казахстана и даже Колумбии и Конго. Они оспаривали главный приз – 300 тысяч рублей. В прошлом году в битве победил робот Пневматрон, детище пермской команды X-Force. На этот раз Пермяк не смог одолеть всех соперников и был повержен в полуфинале. В киберсхватке сильнейшим оказался робот Шелби, команды SolarBot из подмосковной Балашихи. «Жить надо ярко» – это название новой выставки, которая открылась в галерее «Морис». Экспозиция стала продолжением нашумевшего вернисажа в Пермской художественной галерее, где показывают работы знаменитых мастеров авангардной живописи начала 20 века. О том, что связывает два этих события и что нового можно увидеть в «Морисе» в нашем репортаже. Пермская художественная галерея – выставка мастеров русского авангарда. За несколько дней бесплатного входа здесь побывало несколько тысяч человек. Тут показывают работы всемирно известных художников. В этом ряду и картины Петра Суботина-Пермяка. Со дня рождения нашего земляка, уроженца Кудымкара, вскоре исполнится 130 лет. Это дата, которая отмечается в Пермском крае. И у нас на выставке представлены его работы. Пермская галерея предоставила свои работы из нашей коллекции в галерее «Морисарт» для того, чтобы тоже отметить это важное событие и сделать акцент на том, что в Пермском крае были свои авангардисты. Соседка Пермской художественной – частная галерея «Морис». Здесь открыли выставку, которая логически продолжает тему авангарда. Картина Петра Суботина-Пермяка здесь в центре. Известный мастер, однокурсник Марка Шагала в 1919-м оформлял в Москве Красную площадь для армейского парада. Тогда же в Перми основал высшие художественно-промышленные мастерские, затем переименованные в техникум. Там обучали студентов профессиям живописцев, скульпторов, керамистов, резчиков. Техникум существовал 22 года и был базой для художественного образования в Прикамье с подачи Суботина-Пермяка. И художник, и преподаватель, и теоретик, и организатор. То есть тут масса всего. То, что он сделал для Перми, для края, ну, хватило бы на несколько жизней. А это картины мастеров, которые преподавали в Пермском техникуме. Здесь же и полотна его выпускников. Среди них сплошь народные и заслуженные. В галерее «Марис» решили показать значение для страны этого учебного заведения. И его студенты, и их наставники были приверженцами разных направлений в творчестве. Но всех объединял принцип, который высказал в свое время Петр Суботин-Пермяк. Надо жить радостно, красочно, ярко. Юлия Зыкова, Михаил Осетров, телевизионная служба новостей. А в Кировском районе начала работу выставка, посвященная Каме и речному пароходству. Среди экспонатов есть весьма редкие фотографии, вещи личного состава судовых команд и приборы. Речную экспозицию оценила Екатерина Леонова. Вот так выглядел закамский затон в советское время. Жизнь в нем кипела с мая по октябрь. Для большинства тех, кто жил у реки, Кама была магистралью, которой пользовались наравне с обычными дорогами. Каждый уважающийся пермиак имел хотя бы лодку. Причем как 100 лет назад, так и 50 лет назад. Мы очень часто бывало так, что не пользовались автобусами, а пользовались речным транспортом. Теперь по Каме в районе Перми сюда ходят значительно реже. Ушла целая эпоха речного пароходства, вспоминает хранительница музея Альбина Андронова. Выставка, посвященная красавице реке, призвана в том числе погрузить во времена, когда по Камской воде ходили беляны. Размерами эти плоскодонные барки могли посоперничать с океанскими лайнерами. Высотой достигали четырехэтажного дома длиной. Они были иногда 130-120 метров, а ширина 45 метров. Представляете, такая махина по Каме плыла. Для того, чтобы переправить дерево в Астрахань, в центр России, непосредственно из нашего лесного края. Чтобы не посадить судно на мели, тогда и сейчас пользуются специальными картами – лоциями. Вот одна из них – 1936 года. По ней можно увидеть, как выглядели водные пути при Каме около 80 лет назад. А это такой, так называемый, закамский язык. Вот видите, Кама нас охватывает с трех сторон. И получается, что мы внутри этого полуострова находимся. На выставке также представлены фотоальбомы капитанов, личные вещи пароходчиков, макеты кораблей, некогда курсировавших по Каме, а также судовые приборы. А вот, кстати, и компас, сделанный по ГОСТу 1956 года. От компаса он отличается, во-первых, размером, во-вторых, тем, что отлично держит горизонталь даже при девятибальной качке. Речная экспозиция работает в выставочном зале Кировского района со вторника по субботу. Вход свободный. Екатерина Леонова, Степан Пепеляев, Телевизионная служба новостей.